Клонников отечественного фигурного катания в предстоящем сезоне на лёд выйдет новая спортивная пара Катарина Гербольд и Бриан Жубер. Пожалуй, самый известный француз-фигурист, экс-чемпион мира в одиночном разряде, решил продолжить спортивную карьеру в России. Тренировать пару будет олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев, кстати, пришедший в парное катание из одиночного. Репортаж Петра Дерегина. Уже неделю они практически не отходят друг от друга. После тренировок с россиянкой Катариной Гербольд на подмосковной базе в Новогорске, французский фигурист Бриан Жубер твердо решил продолжить карьеру только в паре и только с Катариной. А поэтому выступать теперь хочет за Россию. Я давно хотел заниматься парным катанием. Эта мечта осуществляется, выступать за Россию или за Францию. Но я считаю, что за Россию выступать как-то легче. Здесь есть все условия для тренировок, намного лучше, чем во Франции. Мне всегда нравилось приезжать сюда на соревнования. Мне нравятся здешние люди. У меня много российских фанатов, и они меня здорово поддерживают. Агент 007 в исполнении Бриана Жубера. Этот образ он примерил в 2007-м и тогда же завоевал золото чемпионата мира. Приезд в Россию для фигуриста тоже своего рода секретная операция. Решение Бриана во Франции не знают ни друзья, ни коллеги. Он сказал только своей маме. Сейчас она немного напугана. Спрашивает, а все ли в порядке у меня с головой. Но мы поговорили, и она все-таки верит в меня. Завтра Жубер летит во Францию. Впереди серьезное обсуждение вопроса о переезде с Федерации фигурного катания. Поддерживает фигуриста другой француз, переехавший в Россию, Жерар Депардье. Серьезный мужской разговор с актером во многом повлиял на решение Бриана. Депардье даже зовет спортсмена к себе. Я думаю, ему стоит получить российское гражданство, чтобы выступать под флагом России, под руководством российского тренера. Я ему сказал, понимаешь, нельзя у тебя отнять твою национальность. Однако ты можешь превосходно жить с русским паспортом, как я, например. Я очень счастлив. И если бы у меня был твой талант фигуриста, я бы так и поступил. Во Франции фигурное катание менее профессионально. 25-летняя Катарина Гербольт, чемпионка России среди юниоров, обладательница бронзы на чемпионате страны, на дебютном чемпионате Европы в 2009-м заняла шестое место. Говорит, тренировки с Брианом – это новый уровень. Если он поменяет всю свою жизнь для того, чтобы переехать в Россию, это действительно очень сложно. Поэтому, конечно, я счастлива, что Брайан согласился на все это. Я пробовалась не с одним партнером до него и поняла, что это самый лучший вариант. Все, что мы пробуем, получается практически сразу. Тренер Олег Васильев говорит, из них получится отличная пара для Жубера, который не очень удачно выступил на Олимпиаде в Сочи, заняв 13-е место и завершил одиночную карьеру. Это второй шанс. Возможно, он сможет повторить успех конькобежца Виктора Ана, родом из Южной Кореи. Именно благодаря переходу в российскую сборную он смог снова попасть на Олимпийский педестал. И завоевал под нашим флагом в Сочи три золота и бронзу. А сноубордист Вик Уайлд после переезда в Россию выиграл два золота, хотя на родине, в Америке его вообще считали средним спортсменом. Брян Жубер планирует начать серьезные тренировки в нашей стране уже в августе. А сегодня решил немного отдохнуть и погулять по Москве. Петр Дерягин, Геннадий Константинов, Ольга Коваленко, Светлана Трофимова, Первый канал.